ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Илья Липин занимается сборкой и обслуживанием дронов уже более пяти лет. Знает про квадрокоптеры практически всё. Теперь приходится сталкиваться и с юридической стороной вопроса. С массовым развитием летательных аппаратов у многих пользователей такой техники появились сложности с легальным запуском. Дело в том, что контролирующие органы, такие как транспортная прокуратура, считают такие аппараты беспилотниками. А раз так, нужно получить соответствующее разрешение на полёт. То есть положительную резолюцию местной администрации, органов управления воздушным движением, помимо этого составить план полёта. То есть выполнить все процедуры, как для Боинга. Я утрирую немножко, но примерно так. Для беспилотных воздушных судов на территории города Перми получить разрешение не получится. То есть органы управления воздушным движением не дадут разрешение по формальным обстоятельствам, потому что у нас рядом находится аэродром, посадочная глиссада находится, которая там проходит прямо над городом на высоте 600 метров. Соответственно, они вам откажут. И мы подобные заявки подавали. На практике практически никто из пользователей квадрокоптеров документы на разрешение полётов в соответствующие структуры не подаёт. С дронов снимают виды города, различные мероприятия, в том числе свадьбы и дни рождения, осуществляют промышленную съёмку строительных объектов, природные ландшафты. Но оказывается, по действующему закону, по крайней мере, так как его трактуют в транспортной прокуратуре, все полёты без разрешительных документов являются незаконными. Вне зависимости от массы учёта и регистрации, все запускаемые летательные аппараты, авиамодели, независимо, ещё раз повторю, от массы, они подлежат эксплуатации только при наличии разрешения на использование пространства, выданного уполномоченными органами на управление и организации воздушного движения. Илья считает, что сегодня существует неоднозначная трактовка закона. Возможно, через 5-10 лет правила полётов, дронов и квадрокоптеров пропишут более прозрачно. Пока же отдельные случаи нарушений даже готов отстаивать в суде. Сейчас, напомню, штраф за нарушение воздушного пространства, в том числе с использованием беспилотных средств для физлиц, составляет до 5 тысяч рублей, должностных до 50 тысяч, юридических до 500 тысяч рублей. Кстати, ознакомиться с правилами подачи документов на полёты можно на официальных сайтах муниципальных образований.